Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Смотрите, значит, по поводу того, значит, что у вас просыпается ребенок, и который ищет, значит, кому можно было бы доверять. Во-первых, у вас очень неконкретно обозначена эта история. То есть вы говорите доверять, ищет кого-то, вот, но при этом как бы в доверии то чего вы хотите? То есть доверие в чем? Доверие в чем? Ведь оно же конкретно на что-то направлено, доверие я имею в виду, и, соответственно, можно говорить о том, что здесь есть, ну, какая-то ваша потребность, например, потребность в принятии, и, соответственно, говоря о доверии, вы говорите о принятии, что вам хочется, чтобы взрослый вас принял, вот, потому что, вероятно, в детстве ничего такого не было, вот, и в детстве вас не принимали, не принимали взрослые, например. Ну, так в таком случае процесс, который возникает с психологом у вас, это нормальный процесс, то есть нормально, что вы, ну, тикотеете к взрослому, вот, нормально, что вы начинаете хотеть принятие этого самого взрослого, нормально, что вы, ну, ищете, в том числе и психологи этого, это, это все нормально, и мне кажется, что, ну, если вы говорите, что вот вам как-то, ну, психологи там, грубо говоря, не знаю, обращают ваше внимание на то, что это происходит, то есть вам становится, вам становится стыдно, например, и так далее, ну, так это, тут, тут, во-первых, во-первых, тут какой момент, момент, значит, как они это делают, то есть как это происходит, грубо говоря, то есть как происходит то, что, ну, то, что вам говорят, то есть я, опять же, ну, ничего плохого не вижу в том, что, в том, чтобы вам об этом сказать, абсолютно ничего плохого я об этом не вижу, но сказать это вам совсем, ну, ну, не для того, чтобы, там, уличить вас в чем-то, вот, а сказать, что, как бы, процесс этот начался, и, соответственно, это, ну, это хороший знак. Как мне это видится? Мне это видится так, что вот начинается этот процесс, что вы начинаете видеть в психолога взрослого человека. Это происходит потому, что психолог принимает в вас что-то, вот, что вам хочется, чтобы приняли. И, соответственно, необходимо, чтобы это какое-то время, ну, побыло, необходимо вам в таких отношениях побыть с психологом, вот, и, соответственно, наполниться, наполниться, как бы этим принятием, которое вам дает специалист, вот. Вот, дальше, в определенный момент, вот эта вот тенденция, так сказать, к принятию у вас, значит, ну, примет формы немножечко другие, это будет уже стремление к слиянию, то есть стремление к разрушению личных границ между вами и, например, психологом. Вот, и здесь задача психолога как раз-таки указать на сохранность этих личных границ. Здесь как раз-таки задача психолога защитить вас от нарушения этих самых личных границ. И, как бы, здесь возникает, ну, на мой взгляд, да, довольно, довольно сильный риск отвержения. То есть вы увидите, вы увидите в этом для себя отвержение, вы увидите в этом для себя, ну, что вас отталкивает. Вот, вам будет больно, и вот здесь очень важна работа психолога в том, чтобы показать, что на самом деле это не отвержение. Это мои личные границы, что тебя не отвергаю, я просто как бы сохраняю свою целостность, и что ты можешь делать так же. Вот, это определенная работа. Мне кажется, что, ну, как вы написали свой текст, да, вот, в своем первом сообщении, ну, так вот это начало очень здоровой работы. Вот, я не очень понял, почему вы убегаете, когда вам об этом говорят, то есть, может быть, вам это говорят как так, что вам кажется, что вас уличают, или, может быть, ну, не знаю, говорят не обобрительно, но в целом, это та работа, которой необходимо, необходимо, необходимо эту работу привести. Вот, значит, дальше, ну, вот, вы говорите, что живете как взрослая, и, соответственно, очень устаете. Тут интересный момент для исследования, потому что от швы именно вы устаете, вот, то есть, ну, вам трудно сохранять вот эту самую взрослость, да, то есть, тяжело там, не знаю, ну, ну, тяжело решение принимать, да, ну, самостоятельно, например, ну, еще что-то, то есть, вот, опять же, это нужно поисследовать, понимаете? А, вот, вполне возможно, что, ну, действительно, у вас какие-то особенности есть, да, которые, ну, имеют смысл принять только, то есть, ну, вполне возможно, что какие-то вещи у вас, там, грубо говоря, уже, там, может быть, может быть, не, ну, может быть, не изменится, ну, не изменится вообще. Вот, и, как бы, ну, остается только, остается только это, как-то вот, ну, принять, да, и учиться с этим, с этим, там, тоже как-то, ну, как-то обходиться с этим, вот. Вот, а, то есть, по-разному, на самом деле, бывает, и, вот, опять же, очень, мне кажется, ну, очень важно, мне кажется, ну, вот это все увидеть, то есть, очень, очень важно со всем этим работать и все это исследовать. Дальше, а, вы говорите о том, что вам больно, это точно такая довольно интересная история, вот, в каком смысле интересная история. Эта история интересна в том смысле, что, ну, окей, окей, вы ищете, на кого бы вам опереться, то есть, как-то вот себе вы не доверяете, а, и, допустим, вы не можете найти, допустим, вы не можете долго, долго жить, условно говоря, как взрослый, вот, но болит-то что? То есть, боль, это определенный конфликт внутренний, вот, то есть, это вы обо что-то здесь ранитесь, ранитесь, и, либо, либо, вы в глубине души считаете, что так и должно быть, что вы так и, что вот так и должно быть, значит, что вы ищете кого-то, на кого опереться, и что это нормально, а, типа, вот, общество, в том числе, психологическое сообщество, например, навязало вам эту идею, что, как бы, что надо, вот, значит, взрослеть, вот. Вот. Либо, либо, в том, как вы живете, у вас есть какие-то не совсем адекватные требования к себе, в тех решениях, которые вы принимаете, и так далее. То есть, например, если вы стремитесь к тому, чтобы не совершать ошибок, если вы стремитесь, допустим, к тому, чтобы делать все правильно, если вы стремитесь к тому, чтобы все было идеально, и так далее, вот, то да, да-да-да, будет больно. Потому что, ну, во-первых, человек совершает ошибки, во-вторых, человек, ну, не может всего смотреть, а, в-третьих, ну, есть, у каждого из нас есть какие-то слабости, вот, которые, скажем так, ручат идеализированную картинку. То есть, вы можете себе там запланировать что-то, да, а потом, когда дойдет до дела, вот, выяснится, что немножечко вы это, простите, ну, саботировали. То есть, здесь одна из ключевых, один из ключевых моментов, пожалуй, заключается в том, чтобы увидеть, значит, доверять кому-то, зачем? То есть, вот, субъективная сторона этой истории, что во мне такого, что я нуждаюсь в доверии кому-то. Объективная сторона. Что такое доверие? То есть, доверие это, вот, полагаться на другого, да, что для меня, как бы, это означает. А вот, зачем я это делаю, полагаюсь на другого, и, как бы, какая моя потребность? То есть, вот, как бы, я полагаюсь на другого, чтобы что? Что я получаю? Ну, вот, если вы получаете, там, защищенность, если вы, это одно дело, потребность в безопасности, это одно дело, если вы, там, получаете принятие, это другое дело, еще что-то, еще что-то, может реализация чего-то, может, может быть, вот, есть такие примеры, когда, допустим, человек только со взрослым, да, может играть. То есть, вот, есть взрослый человек, который ведет себя очень серьезно, очень-очень по-взрослому, там, и т.п., и т.п., но ищет человека, которому он мог бы довериться, чтобы вместе с этим человеком расслабиться и, условно говоря, вести себя как ребенок. То есть, то есть, грубо говоря, ну, разрешить быть своим желанием, своим потребностям и т.д. То есть, есть ощущение, что ваш внутренний ребенок, о котором вы говорите, ищет посредника для того, чтобы взаимодействовать со внешним миром. Почему вы не можете быть сами этим взрослым, который является посредником между внутренним ребенком и внешним миром? Для меня непонятно. А, что, как бы, тут интересно, вот, как вы относитесь к своему внутреннему ребенку, да, есть техники работы с внутренним ребенком, но это немножко, наверное, во-первых, не то, как будто бы, как будто бы, а, во-вторых, может быть, вы это уже все делали. Вот, в любом случае, мне кажется абсолютно нормальным, что у вас просыпается внутренний ребенок, который хочет играть. Другое дело, что вы этому ребенку не разрешаете играть сами, а ищете того, который разрешит извне. И, ну, на мой взгляд, если не решить проблему потребностей и проблему взаимодействия, значит, своего внутреннего ребенка с вами, да, то это не, ну, не закончится никогда, потому что в каждом из нас есть внутренний ребенок. Другое дело, что, может быть, вы ошибаетесь, и это не совсем внутренний, внутренний ребенок. Другое дело, если вы ошибаетесь, и на самом деле речь идет о чем-то другом. Например, ну, вот, речь идет о том, что вы в чем-то в себе не уверены, что вы что-то в себе отвергаете, и вам нужен другой человек, чтобы он, как бы, подтвердил правомерность того, что у вас есть. То есть это, опять же, вопрос принятия. Вот. Поэтому, как бы там ни было, наша потребностная сфера находится, так сказать, во владении внутреннего ребенка, и, соответственно, если у вас проблема с этим, то у вас проблема с потребностной сферой. То есть не очень понятно, не очень понимаете вы, чего вы хотите, как вы хотите, и, соответственно, что с этим делать. Вот. Вот. А вся эта история про доверие, это вся эта история просто про, во-первых, себя обезопасить, вот, во-вторых, может быть, перенести ответственность, чтобы остаться хорошей, потому что вы, вероятно, боитесь быть плохой, вот. Вот. Ну и, вероятно, ну, какой-то вот импринт, да, то есть, что вот у вас, вероятно, был какой-то удачный опыт, когда взрослым, взрослым могут играть, и, соответственно, ну, чувствовали себя свободнее. Вот. Поэтому мне видится это, на самом деле, так, что начинается работа, вы действительно получаете принятие от специалиста. Вы, как бы, им напитываете с этим принятием, да, и дальше, дальше вы учитесь выстраиванию личных границ уже, как взрослый. Другое дело, что вот ввиду того, что не очень понятно, не очень понятен, не очень понятен механизм вашего сбегания, да, и сейчас вам становится стыдно, кстати, стыд, стыд за свои потребности, это вот как раз-таки одно из оснований того, почему вы этим мучаетесь. Вот. А стыд это, в свою очередь, злость на, соответственно, кого-то, кто ваши потребности подавлял. Вот. Но вы вытеснили эту злость, вы превратили ее в стыд, потому что так безопаснее, потому что вы боитесь, что вас кто-то, ну, что вас бросят. Ну, вот. И, соответственно, вот остался только стыд. А, как-то так. Кроме этого, бросается в глаза некая жертвенная позиция, когда вы спрашиваете, там, почему так устроено, почему болит и прочее, это жертвенная позиция. Вот. Это вопрос, который делает вас, делает вас жертвой. Вот здесь вопрос, вопрос, скорее, не почему так, а зачем, для чего так. Было бы уместнее задать, соответственно, это уже нас приводит к тому, какую функцию выполняет, собственно, ребенок внутренний. Вот. И, соответственно, что же, как бы, за этим стоит. Вот. Я не знаю, какой у вас был запрос к психологу, да, то есть, если вы говорите, что вот у меня болезненная потребность в доверии. Ну, вот. А, ну, так, понимаете, как бы, как сказать, путь человека, любого, начинается с доверия. Ну, близким, родительским фигурам. Это доверие, оно поначалу, вот, между родителем и ребенком, это доверие, прямо вот такое доверие, которое для взрослых у человека является невротическим. Потому что это зависит, именно в какой-то степени ребенок зависит от родителя, и, соответственно, это вот именно что называется доверие. Но, помимо, точнее, по мере, по мере, по мере того, как человек взрослеет, по мере того, как человек, значит, вот, как это сказать, напитывается, да, вот этим вот принятием родителя, вот, и он, пропуская через себя принятие родителя, трансформирует из этого что-то свое, ну, вот, и начинает нести это уже сам. У вас этого процесса не было, как будто бы. Ну, так его просто нужно воссоздать, и все, его просто нужно воссоздать. Воссоздать, пройти и завершить, и завершить. Поэтому, на мой взгляд, это прямо очень странно. Другое дело, вот, что вы говорите, что вас бросят, это вот интересный момент. Значит, интересный момент, когда вы говорите, что вас бросят, вот, и вы останетесь одно, а что вы теряете, что вы теряете, если вас бросают? Вот, понимаете, когда будет работа с личными границами, да, вы будете в этом видеть отвержение, вы будете в этом видеть как раз-таки то, что вас бросают, и вам так будет казаться. Потому что вы будете смотреть не на себя, вы будете смотреть на другого человека. Понимаете? Но, парадоксально, что вы смотрите на другого человека только потому, что он смотрит на вас. То есть вы смотрите на другого человека в надежде, что он будет смотреть на вас. Вы смотрите на другого человека в надежде, что он высудит то, какая вы. Понимаете? То есть я бы даже сказал, что, возможно, вы вот в том, на кого вы смотрите, да, вы не видите личность как таковую. И когда этот человек начнет показывать, что он не просто тот, кто смотрит на вас и кто высвечивает что-то в вас, а он еще и сам по себе человек, в этом вы будете видеть отвержение. Потому что он перестанет смотреть на вас, он начнет показывать себя. Но прикол заключается в том, что у вас уже будет опыт того, что этот человек смотрел на вас, и он вас какой-то видел. У вас будет опыт трансформации вот того, как вас человек видит через себя, пропускание через психологическое сито, и у вас таким образом будет формироваться уже свое собственное представление о себе, которое, на мой взгляд, сейчас отсутствует. По крайней мере, в каких-то частях. Я думаю, что не полностью, но в каких-то частях отсутствует. И, конечно, вам будет сложно обратиться к этому, вам будет казаться, что это, что это, значит, такие слабые, блеклые части. Ну вот. Но, по мере того, как вы будете ими пользоваться, они будут становиться все крепче. Поэтому я думаю, что вот работа именно такая. Работа, я думаю, именно такая. Ну вот, значит, ну вот, как-то так, пожалуй. Как-то так, пожалуй. Ну и хотелось бы, конечно, хотелось бы, конечно, от вас какого-то понимания, то есть даже не понимания, не понимания, а хотелось бы от вас какого-то представления, что такое ребенок, что такое взрослый. И понимаете, в чем штука? Штука в том, что если есть ребенок, если есть взрослый, значит, где-то еще есть родитель. Но в вашем равнине не отсутствует. В вашем равнине не отсутствует. Вы говорите о том, что, ну вот вы кого-то видите, как родителя, очевидно. Хотя вы говорите, что это вы ищете взрослого. Вот. Вы видите в этом взрослого, но мне кажется, что вы в этом видите родителя как раз. И убегаете вы от возможного подавления. Последнее, что я хотел бы сказать, наверное, заключается в том, что вы пишете, что много-много работали с разными психологами, но я не думаю, что это хорошая идея. Я думаю, что вам нужно выбрать одного психолога и работать именно с ним. Вот. Потому что, ну, по сути, много-много разных. Это, по сути, путь начинаете вы сначала. Ничего хорошего в этом нет. Поэтому выберите себе кого-то одного и начнете с ним работать. Хотя бы годик. Хотя бы годик регулярно. Регулярно проходите. Вот эти все процессы. Проходите, поисследуйте, которые у вас возникают. Вот. Вот те, что вы описываете в тексте. И, в принципе, увидите, вот увидите, что получится из этого. То есть не нужно бросать, не нужно уходить. Вот. Вот. Понимаете? Ну, вот. Такая вот история. Ага. Вина. Вот еще вина. Вы вините себя за эти тенденции, вы говорите, потому что надо с собой договориться и стать себе всем этим. Да, может быть. Только это не договорами достигается. Это достигается ощущениями, это достигается представлениями о себе на базе этих ощущений. Это не договор. Вот. Соответственно, вы говорите, стать себе этим всем, этим всем чем? Вы же никак, опять же, не конкретизируете то, что именно вы вкладываете в доверие. Ну, по крайней мере, в первом сообщении, а дальше читать, читать, читать я не буду. Вот. Вот как-то так. Поэтому мне жаль, мне очень жаль. Вот вы пишите, что ищите терапию поддержки стабильности и знают, что там есть кто-то, кто не бросит. То есть ощущение, во-первых, что вам в чем-то тяжело, и вам нужна поддержка. Надо посмотреть, в чем тяжело, и по возможности облегчить вам это. Вероятно, речь идет о требовании к себе, то есть как раз о родительской фигуре вашей собственной для себя самой. Вот. Стабильность, это про безопасность, это потребность безопасности, абсолютно нормальная история. Это работа с личными границами, с личными границами в том числе. Вот. А тот, кто не бросит, это интересная история. Это интересная история. Это история про принятие, это история, вероятно, про что-то еще. И мне странно. Опять же, я не понимаю, когда вы говорите, что вот они замечают и говорят, и я ухожу. вы уходите сами, как они вам это говорят. Они вам это говорят негативно, с укором, с обвинением, но это нормальный процесс. Это нормальный процесс, что клиент с психологом начинает как бы повторять свой сценарий. Задача психолога как раз таки в этот сценарий войти, да, и помочь человеку выйти из замкнутого круга, в котором он находится. Поэтому я бы сказал, что вы уходите в самый важный момент. Вероятно, вы уходите сами. Вас гонит чувство стыда. Вот. Ну, что же. Понятно, что если говорить про онлайн беседы, да даже и про не онлайн, про оффлайн беседы, никто не может вас удержать, никто не может заставить вас. Я имею ввиду ходить, продолжать, если вы убегаете. Но в целом, как будто бы вы убегаете ровно тогда, когда оказываетесь перед перспективой принятия психологом чего-то очень важного в вас. Вы боитесь, что он этого не примет и убегает. Вот. Но опять же, отношения можно выстроить так, чтобы вы боялись минимально. Разные для этого способы. Вот. Поэтому вот как-то так. Вы спрашиваете, зачем так устроена такова структура человеческой психики, почему все еще болит, непонятно, что именно болит, кто болит, как болит, как перестать привязываться по детски, стать автономным. Ну, во-первых, привязка для человека абсолютно нормальная, мы все к кому-то привязываем. Как вы отличаете детскую привязанность сейчас не детский вопрос. Привязанность возникает на основе потребностей. Поэтому нужно работать с потребностями, как я уже сказал. Сколько стоит создать автономию? Автономию. Автономия это хорошо, но автономию, во-первых, не стоит возводить в абсолют. Это первое. Второе. У автономии есть пределы, есть границы. Есть ограничения. Есть как искусственные ограничения, то есть это это вот произвольные ограничения самого человека. Это вот те ограничения, например, о которых я сказал вначале, когда говорил, что, возможно, вы это в глубине даже считаете, что так должно быть. Вот. Есть искусственные ограничения, есть ограничения объективных, поэтому проостановность тоже очень 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 важно ну, как бы поговорить и вообще понять, что это такое и не идеализировать вы. Вот. Вот как-то так, я думаю. Поэтому по вашему вот тексту складывается ощущение, что вы ну очень плохо знаете себя, себя, свои чувства, эмоции боитесь выражать, выражать может быть не так и не то, что хотели бы. Вот. Поэтому, да, я думаю, сейчас действительно вам нужна поддержка. Мне кажется, что это абсолютно нормально, потом, когда вы напитаетесь, поддержка уже будет по-другому, уже будет легче. Вот. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Я желаю вам удачи. Всего самого доброго. Обращайтесь.